А я прошу тогда подниматься на сцену участников первой секции. Мы построим ее таким образом, что у нас будет два блока. Сначала первая часть. Давайте заменим таблички. Да, у нас есть удаленные участники. Как я понимаю, они все подключились. Подключились. Тогда я прошу Алексея Рогдева, Евгения Морозова, Карена Казаряна, Евгения Кускевича и Андрея Кузьмичева занять места согласно установленным табличкам. Да? Пожалуйста. Так, Андрея ждем. Андрей, пожалуйста, тоже занимай место. Ну и первым у нас удаленный участник, представитель ICANN Патрик Джонс. Нам всем всегда очень интересно, какие новости в корпорации ICANN. Мы в этом году вот обсуждали, принимали участие в конференциях. И самое главное, что готовится большая делегация как со стороны России, так и со стороны Республики Беларусь. И вообще регистратура нашего региона, я так понимаю, активно планирует поехать в Стамбул. Для нас это удобно, логистически, близко. И мы очень надеемся на очную встречу в ближайшее время в рамках конференции ICANN в Стамбуле. Ну а сейчас, Патрик, пожалуйста, самые основные новости, которые сегодня происходят в корпорации ICANN. Я знаю, что и работа над стратегией идет будущего периода, и New GTLD, я так понимаю, вот-вот стартует второй раунд. Ждем новостей от вас. Да, здравствуйте всем. Здравствуйте и большое спасибо за то, что пригласили меня выступить сегодня на конференции. И мне очень жаль, что я не могу присутствовать там лично, но мой коллега Миша, он с вами, он на месте. И, как Андрей правильно сказал, меня зовут Патрик Джонс, я отвечаю за stakeholder engagement в ICANN. И сегодня я подготовил презентацию, у нас состоит из четырех частей, и посвящена четырьм основным темам, о которых хотелось поговорить. Мы сейчас разрабатываем стратегический план. В настоящее время стратегический план на 26-30 год готов к обсуждению. До 30 сентября можно подавать свои комментарии и замечания по этому тексту. На следующий плане покажите, пожалуйста, здесь вы видите текущие стратегические цели высокого уровня, заложенные в этот проект стратегического плана на 26-30 год. Мы сократили их количество, вы заметите это в сравнении с такими стратегическими планами предыдущих лет. И сегодня таких целей высокого уровня всего четыре. Мы решили поступить таким образом, исходя из тех замечаний и предложений, которые нам уже поступали в прошлом, исходя из дискуссий, которые у нас состоялись в сообществе ICANN. И я также включил в свои слайды основные, перечисления основных целей высокого уровня. О, прекрасно. Спасибо. Это в общем виде 10 основных стратегических целей стратегического плана. Они доступны для комментария, и мы хотели бы просить все сообщество и всех заинтересованных лиц ознакомиться с документом и присылать обратную связь. У нас есть страница для комментариев, на которой вы можете изложить свое соображение. Давайте следующий слайд, потому что это уже следующая тема, которую я хотела осветить. И это тема... Следующий слайд, пожалуйста. Следующий раунд программы новых GTLD. Здесь вы видите на слайде, что программа ставится с двух частей, обе части будут открыты, будут запущены в ноябре этого года. И мы запускаем программу поддержки кандидатов на новые GTLD. У нас будет соответствующий период времени для этого выделены. Будет еще отдельная программа оценки провайдеров услуг регистратор. И то, и другое запускается 19 ноября. Айкин опубликовала специальный тулкит, Champions Toolkit называется, на нашем сайте, для того, чтобы продвигать следующий раунд программы новых GTLD и для того, чтобы поддержать кандидатов из новых регионов. Мы проведем 1 и 2 октября два вебинара по программе оценки провайдеров услуг регистратур, РАСПИ. И я предлагаю вам также зайти на newgtldprogram.ican.org и там прочитать все последние новости. Следующий слайд, пожалуйста. И еще страничку. А, ну вот, да, хорошо. Следующая тема, она касается… Еще следующий слайд, пожалуйста, можно на следующую страницу провалиться? Да, это день универсального принятия. 2025, 28 марта 2025 года мы проведем Международный день универсального принятия. В рамках этой инициативы, с которой вы можете ознакомиться на UASG.tech, на этом сайте вы можете ознакомиться с информацией, и в рамках вот этой инициативы будут проведены региональные мероприятия. И, как Андрей уже сказал, следующий слайд, пожалуйста. Следующая встреча ICANN пройдет в Стамбуле, в Турции. Следующий слайд. Да. С 9 по 14 ноября 2024 года мы встречаемся в Стамбуле. Естественно, до начала официального мероприятия, пленарной сессии будут рабочие встречи. Сейчас открыта регистрация. Регистрация бесплатная, и мы приглашаем всех присутствовать на этих сессиях. Да, будут специальные встречи, посвященные собственному ТЛД, и на этих встречах мы будем обсуждать технические действия, ТЛД и так далее. А если у вас есть какие-то конкретные вопросы по четырем темам, которые я только что осветил, мой коллега Миша сможет лично на эти вопросы вам ответить, и в любом случае остаемся на связи. И, надеюсь, буквально через пару месяцев увидится со всеми вами в Стамбуле. Спасибо большое, я передаю слово следующему докладчику. Спасибо большое, Патрик. Все темы, которые сейчас прозвучали, уже обсуждаются на нашей конференции. Могу сказать, что, конечно, Нью-Джи ТЛД – это то, что интересует всех. В нашем регионе это еще интересует с точки зрения возможности вообще полноценного участия в связи с санкциями в банковском секторе. Это мы тоже будем отдельно обсуждать. И, конечно, до встречи в Стамбуле. Мы надеемся приехать и вот эти все вопросы позадавать непосредственно на общем собрании ICAN в ноябре. Ну а я передаю микрофон Алексею Рогдеву, генеральному директору технического центра интернет. Послушаем ваши последние новости. Спасибо большое. А сколько минут у нас? На 3-5. То есть нужно ускоряться. Спасибо большое Беллауси. Спасибо Тил Дикону. На самом деле вчера был прекрасный вечер. Сегодня было уже прекрасное утро. Уверен, что и все остальные дни конференции будут великолепными. Я генеральный директор компании технического центра интернета. Это технический бэкэнд для доменов RU, RF, SU, дети и татары. В России есть такое понятие национальная доменная зона. В нее входят три домена RU, RF и SU. Коротко о новостях расскажу. Значит, первое, для нас очень важно было начать 7 лет назад переделывать систему регистрации, потому что она была написана на программном сучении Enterprise класса, конечно же, но стоимость поддержки и будущее развитие этого ПО, оно было такое, ну, скажем так, непрозрачное. На сегодня мы завершили уже новую систему регистрации. Мы подготовили уже план перехода на новое производство сучения, и этот план будет реализовываться в следующем году. У нас был достаточно долго обсуждался проект по нормализации данных, в основном контактных данных администраторов, и в прошлом году, благодаря началу обсуждения использования для идентификации государственных услуг, в целом этот проект сдвинулся с места, там стало понятно, какие модели данных используют более правильно, и в целом, как уже говорилось на прошлом Тилдиконе, в целом государство смотрит в сторону регулирования доменной отрасли, в том числе и с точки зрения идентификации конечных администраторов через государственные услуги, через ИСИА. Значит, следующая важная новость, это то, что технический центр интернет становится субъектом критической инфраструктуры, это накладывает достаточно серьезные ограничения на использование оборудования, на использование программных учреждения, на использование процессов разработки и подходов вообще к разработке, и к защите инфраструктуры. На сегодня у нас уже выбрано техническое решение с точки зрения инфраструктуры, внедрены процессы безопасной разработки, которые регламентируются отдельными нормативными актами. Мы уже сейчас разрабатываем системы с использованием сертифицированного программного сечения и реализовываем как раз-таки требования по защите информации в стеках ФСБ, отвечающие требованиям в стеках ФСБ. На самом деле категорирование произойдет примерно в марте следующего года, но можно смело сказать, что это затронет не только технический интернет, но и всех, кто с нами взаимодействует, и координационный центр, и всех регистраторов. У нас есть один из наших проектов, называется «Система анализа безопасности интернет-узлов». Такой очень интересный проект с точки зрения, что любой участник сети интернет может проанализировать свой домен по огромному списку атрибутов. И вот этот проект достаточно хорошо развивается. У нас из последнего мы внедрили поддержку постквантовой криптографии. Она редка на сегодня, но на самом деле уже порядка 3% доменов глобально используют постквантовую криптографию. Более подробно вы на самом деле можете ознакомиться с нововведениями и с самим сервисом по ссылке, который будет в самом конце. Еще у нас есть центр сертификации, выдающий ТЛС сертификаты. У нас сегодня на четвертой секции будет отдельная презентация по этому поводу. Здесь я, наверное, остановиться не буду, но скажу лишь о том, что одно из достижений, это то, что мы договорились с производителями отечественных операционных систем российских о признании и доверии нашему корню. Спасибо большое. Постарался уложиться в отведенное время. Спасибо большое. Мы еще с представителями ТЦИ встретимся неоднократно. Во многих секциях вы принимаете участие, как докладчики, как эксперты. Следующий спикер – это тоже партнер нашей конференции. На самом деле тоже, как мы говорим, один из трех китов, на которых домены Rover F строятся. Это MSKX, Московский интернет-экшченч. Евгений Морозов, генеральный директор. Пожалуйста, Евгений, ваши новости. Коллеги, добрый день. Андрей меня уже представил. Евгений Морозов, генеральный директор MSKX. Пользуясь случаем, хочу поздравить с юбилеями точку.ру, точку.бай. И, по-моему, я вчера правильно услышал АМ еще, тоже и Казахстан. То есть четыре юбилея мы отмечаем в этом году. Пользуясь случаем, поздравляю. MSKX в этом году исполняется 29 лет. Так что мы к своему юбилею будем готовиться в следующем году. Проект MSKX продолжает развиваться как мультисервисная платформа в четырех направлениях. Первая платформа это AX, точка обмена трафиком. Вторая платформа это DNS, геораспределенное глобальное DNS облако. Третья платформа это медиалогистика, наземная доставка телесигналов. Четвертая платформа Instanet, профессиональные телеком-сервисы. Если говорить про особенности и ключевой функционал точки обмена трафиком, то, безусловно, это ускорение доставки контента, уменьшение задержек. Но при этом есть еще одна ключевая роль, которая становится все более актуальной в последнее время. Это локализация контента. В этом, наверное, основной смысл и основная техническая задача, которая заложена в точку обмена трафиком. За последние два года мы наблюдаем изменения состава участников. Из-за того, что происходит достаточно бурное развитие цифровой экономики, мы наблюдаем подключение все большего количества государственных и корпоративных проектов к точке обмена трафиком. Если говорить про лето этого года, то мы наблюдаем значительный рост российского контента по сравнению с зарубежным. У этого, безусловно, есть различные причины, но тем не менее факт остается, внутри России происходит замещение западного контента российским. Так или иначе, все это приводит к росту трафика. Для нас это позитивная новость и сейчас мы уже вплотную подходим к отметке по пиковому трафику в 6 терабит. В этом году мы обновили техническую платформу и теперь на нашей сети доступны интерфейсы 400 гигабит. Таким образом, мы стали первой точкой обмена трафиком в России с доступными для клиентов интерфейсами 400 гигабит. Первый клиент уже подключен, полет нормальный, клиент доволен, трафик растет. МСКХ управляет глобальным ДНС-облаком, который использует КЦ и ТЦИ в нашей совместной среде. Таким образом, это облако используется администратором национальных доменов, администратором доменов верхнего уровня, также государственными и корпоративными заказчиками. Глобальное ДНС-облако состоит из 22 узлов, которые размещены в 18 городах, при этом 9 городов находятся за пределами Российской Федерации. В данный момент мы ведем переговоры по размещению одного из узлов в Минске и надеемся, что этот узел войдет в состав нашего геораспределенного ДНС-облака, станет его неотъемлемой частью. Если говорить про основную функцию, которую выполняет данная инфраструктура, то это опять же все та же локализация трафика, которую мы считаем очень важной и критичной. Роль локализации важна и это глобально необходимо по всему миру, потому что на любой ДНС-запрос должен ответить именно сервер, который находится ближе всего к пользователю и это обеспечивает и скорость, и безопасность, и надежность. MSKX является аккредитованным и ICAN-ом поставщиком услуги Data Escrow. Это сервис резервного хранения доменных реестров. Данная услуга, на мой взгляд, также становится все более актуальна в последнее время, потому что все, что связано с резервированием, безопасностью и надежностью, стоит в приоритете в наши дни. Это касается и бизнеса, и государства, и естественно всех инфраструктур, которые отвечают за надежность работы глобального интернета. Коллеги, у меня на этом все. Я надеюсь, что тоже уложился во время. Коротко о главном. Передаю микрофон дальше. Спасибо. Жень, ну подожди. Все-таки вчера обсуждался вопрос и хочется, чтобы, мне кажется, у других тоже участников нашей конференции этот вопрос так или иначе где-то звучит. Хочется получить ответ в этом поле. Как геополитические события повлияли на географическое распределение DNS серверов? Влияние же все-таки случилось? На самом деле происходит следующая история. Безусловно, скажем так, работать и организовывать глобальное распределение DNS серверов стало сложнее. Но мы стараемся обеспечить то количество узлов, которое мы гарантировали. При этом мы, предвидя то, что ситуация лучше не становится, работаем над тем, чтобы увеличивать количество узлов для того, чтобы сохранить тот SLA, который есть у нас, который мы обеспечиваем и обеспечить ту доступность и глобальное покрытие, которое мы имеем на данный момент. Поэтому, да, безусловно, мы не можем говорить о том, что нет проблем, проблемы есть. Есть проблемы и с оплатой, и с определенными взаимодействиями. Но так или иначе, все эти проблемы нам на данный момент удается решить. Надеюсь, что ответил. Спасибо. Спасибо, но я думаю, что будет возможность еще пообщаться на эту тему и в рамках технологических наших секций. Следующий наш спикер, тоже информационный, правда, партнер конференции TLDCon 2024, ведущий аналитик, главный аналитик, на самом деле, оно цифровая экономика. Вот я, подводя к Карену Казаряну, скажу только, вот когда они регистрировали свой домен, как в воду глядели. Оно цифровая экономика, домен был dataeconomy.ru, а теперь программа цифровая экономика трансформирован уже решением правительства в программу экономика данных. Вот несколько слов об этом, но в рамках регламента сильно сокращать не надо, мы все идем по графику. Наша организация цифровая экономика была создана в 2018 году для координации работ на национальной программе цифровая экономика, для представления мнений и интересов бизнеса в ней. Эта программа заканчивается в 2024 году. Вчера во Владивостоке, на Восточном форуме, была представлена новый нацпроект экономика данных и цифровая трансформация государства. Мы, в свою очередь, с ассоцией больших данных, как-то так, еще два года назад успели придумать такой первый российский data forum и провели его в этом году. И в этом году мы как раз постулировали какие-то основные принципы нашей работы на следующие шесть лет, которые вместе с, собственно говоря, внедрением нового нацпроекта мы планируем продвигать как в России, так и в дружественных нам странах. Это, во-первых, безусловно, стимулирование внедрения новейших технологий обработки данных. Есть множество разных вопросов и барьеров, которые касаются и регулирования, и технического регулирования, и требуют совместной работы и с академическим сообществом, и с органами, отвечающими за сертификацию и за безопасность. Это, как мы считаем, основной наш путь – это стимулирование государственно-частного партнерства, поскольку мы все чаще видим, что те проекты, которые требуют развития, собственно, рынка данных, экономики данных, невозможно вытащить исключительно за государственные деньги или исключительно за частные, они требуют достаточно плотного сотрудничества между нами. Это стимулирование внедрения лучших практик по работе с данными. Мы запустили проект техлит.рф, где мы их верифицируем и собираем, как практики цифровой трансформации, практики внедрения искусственного интеллекта, практики внедрения работы с данными. Мы поддерживаем несколько треков по созданию технических стандартов, по стандаризации обезличивания, по конфиденциальным методам обработки данных и, в общем-то, призываем всех сотрудничать в этой части. Безусловно, основным, наверное, запросом наших учредителей остается изменение подхода к регулированию. И здесь мы запустили экспертный совет, который будет в точности заниматься как проработкой инициатив бизнеса, так и отработкой запросов государства на то, чтобы наиболее эффективно регулировать сферу оборота данных. Один из важных частей, который в том числе мы успели сотрудничать с координационным центром, это изменение подходов к измерению, собственно, экономики как цифровой, так и экономики данных. Более того, мы уверены, что это движение необходимо синхронизировать на международном уровне. И еще вот на секции, которая будет вечером, я об этом чуть подробнее расскажу. И, безусловно, развитие рынка экономики данных невозможно без доверия пользователей, без защиты персональных и других типов данных. И здесь мы, надеемся, сотрудничать с такими тоже ассоциацией больших данных, с национальным центром цифровой криптографии и другими организациями, которые ведут эту работу в России и в дружеских странах. У меня все. Спасибо. Спасибо большое, Карен. Я думаю, что продолжим еще на секции, уже более детально обсуждать. Но это действительно важно. Кому интересно, что же это за новый нацпроект, буквально вчера вечером все телеграм-каналы в области, и в том числе СМИ, которые специализируются на освещении IT, в частности, наш информационный партнер Digital Russia, опубликовали и все разложили по полочкам, какие там основные направления в этой программе. Начиная от подготовки кадров, как все равно базовая история, ну и заканчивая цифровизацией госуправления. То есть вообще спектр программы очень и очень большой. И нас, доменной индустрии, он тоже касается. Будем говорить уже на секциях более подробно, каким образом. А сейчас я прошу передать микрофон, он уже не в руках, Евгению Кускевичу. Мы как-то иногда забываем, когда мы говорим, вот Рунет, у нас день рождения Рунета отмечается, и он привязан к дате появления национального домена РУ, 7 апреля 1994 года. Но на самом деле был домен СЮ, когда-то общий для всех нас. И как сегодня живет домен СЮ и регистратура домена СЮ, российские неразвития общественных сетей, и об этом расскажет Евгений Кускевич. Пожалуйста. Доброе утро, коллеги. Да, действительно, домен СЮ – это наше общеисторическое наследие. Это старейший домен на постсоветском пространстве и, наверное, на правах старшего брата. Я в первую очередь поздравлю с 30-летием доменные зоны, которые в этом году отмечают этот юбилей. Во-вторых, хочу поблагодарить организаторов за гостеприимство и очень кратко, практически бегом рассказать, что у нас происходит в доменной зоне. Мы медленно, но тем не менее, растем. Подбираемся к 110 тысячам регистраций. 94% доменов у нас делегировано. И в начале этого года мы провели достаточно занимательное исследование. Мы сделали краулер-бот, который прошелся по всем делегированным доменам зоны и провел их текстовый анализ, попытавшись определить, в каких целях используются эти домены. Вот на этой диаграмме представлены результаты. 7% доменов – это сайты заглушки. То есть это under construction, это страница по умолчанию CMS, 18% – это парковка, 17% – это работающие сайты, которые не получилось поместить в какую-то большую категорию, и 58% – это сайты, которые удалось категоризовать. То есть 75% делегированных доменов – это вполне рабочие сайты, которые используются. Немножко подробнее об этих 58%. Здесь можно выделить три примерно равные большие категории. Это образование, это e-commerce, интернет-магазины, и представительские сайты, бизнес, личные, и остальные категории тоже можно видеть на этой диаграмме. Павел Николаевич во своем вступительном слове сказал очень правильную вещь о поддержке национальной идентичности, и пользуясь случаем, я хочу напомнить, что домен SU – это мультиязычный домен. Это домен с поддержкой не только латиницы и кириллицы, а с поддержкой расширенной кириллицы, расширенной латиницы, с поддержкой еще нескольких алфавитов, таких как арабский, иврит. И я буквально на медне зарегистрировал такой домен на белорусском языке. Почему завтра? Во-первых, это мое любимое слово в общении с начальством. Во-вторых, мне очень нравится вот эта белорусская украдка. Я даже слышал, что вроде памятник есть в Белоруссии. И вот домен работает, можете проверить. Если хотите, могу кому-нибудь подарить. И всех призываю регистрировать домены на национальных языках. Спасибо. Спасибо большое. Можно так не торопиться. Мы вкладываемся в график. Я смотрю, прям нас всех запугали, что надо быть очень краткими, балконичными. Я вот что хотел отметить по итогам еще выступления Жени. Во-первых, 34 года домена SU будет очень скоро. 19 сентября, день рождения. По-моему, в один день с днем рождения домена KZ. То есть только 34 и 30 лет. А еще, поскольку домен 34, один из самых старших, да и вообще из национальных доменов тоже такой достаточно уже с хорошим возрастом, в самом расцвете сил. По-моему, по каким-то исследованиям продолжительность жизни домена, вот самые такие возрастные домены в зоне SU у нас в России, как раз, которые существуют еще с тех времен, когда это был академический интернет. Вот был такой. То есть интересно прям посмотреть. Еще надо полюбопытствовать. Исследования самые разные бывают. Карен. Тоже надо обратить на это внимание. Так, а вот дальше я передаю микрофон Андрею Кузьмичеву, который представляет… Вот посмотрите, Рунити, да, во-первых, правильно ли я ставлю ударение? Андрей, вы всегда ставите правильно ударение, как я тебе могу ответить по-другому. Давай я так скажу, да. Что такое Рунити? Это группа компаний, да, потому что мы привыкли, что… По предварительному сговору организованное. Сейчас мы про все поговорим. Друзья, вот, значит, SU 34 года, BAY, RU 30 лет, KZ 30 тоже. У всех юбилеи. Я в доменной индустрии российской 10 лет в этом году. Чувствую по-прежнему себя молодым сопляком, который вам всем еще покажет. А если говорить про группу Рунити, ей в этом году, в октябре, будет 3 года. Отдельно просто расскажу про это, потому что, наверное, в прошлом году на Делконе что-то пошло не так. И нормально мы не смогли про это поговорить. На российском рынке два крупнейших регистратора объединились. Сегодня мы обслуживаем порядка 75% рынка одной группы, являемся национальным чемпионом и стратегическим партнером и технического центра интернет, и государства в лице координационного центра. И гордимся этой большой ответственностью. Собственно, давайте уже дальше. Мы все очень серьезно и утром, но невозможно. Великолепная четверка новостей. Новость номер один. Давно у нас ничего не было. Там что-то 34 года назад СЮ запустился. Вот несколько месяцев назад запустилась доменная зона третьего уровня, доменная зона третьего уровня, СПБ РФ, продолжение СПБ РУ, который лет уже 10-15, наверное, честно даже не скажу. В СПБ РУ около 20 тысяч доменных имен. Я хочу сказать, что больше 20 СПБ РУ. Вообще все вот эти домены географически перешли к платной регистрации в зоне РУ, чтобы сохранить бесплатность. А я к ветеранам все. На повышение, да. А я, как весь фондовый рынок, вниз. Короткие у нас ставки. Запустили доменную зону СПБ РФ. Кириллическая. Первый раз презентовали ее на Петербургском международном экономическом форуме вместе с Росконгрессом. Большая история. Мы видим, как это, сдержанный интерес у администрации Санкт-Петербурга к этой зоне. При этом уже более тысячи доменных имен зарегистрировано. Как это, в пресс-релиз это не попало, но одним из первых был зарегистрирован домен Соли СПБ РФ. Ну вот, в общем, и как женщина с низкой социальной ответственностью СПБ РФ. С пониженной. Тоже пониженной. Если цитировать президента, с пониженной. С низкой, потому что прям совсем. Ты все опять куда-то тащишь вверх. Нет, с низкой, Андрей. Очень с низкой. Крутая история. Мы за ней наблюдаем. И я полагаю, что, как это, прогнозы, плохое дело делать. Но мне кажется, что в условиях, давай опять хорошо скажи, не изоляции, а... В условиях суверенитета, да, национального суверенитета спрос к локальным региональным доменным зонам в рамках России, больших регионов, он, конечно, будет расти. И в этом смысле, ну, я просто вижу сам по себе огромное количество локальных российских брендов, которые с гордостью начинают говорить о том, что мы сделаны в России, мы придуманы в России, мы сделали... И в этом смысле зона РФ, я полагаю, что у нее будет отдельный большой, конечно, буст, потому что сегодня это что, 800 тысяч доменов, чуть меньше. Еще я, 780. Вот пока. Обнови. Вот, за этим, конечно, будет большая история. Вторая история. Я вчера в этом... У нас были в гостях у хостер-бая. Я вижу, да, что каждую великолепную пятерку замыкают сначала я, а потом Сергей. Ну, чтобы веселей было, понимая. Вот, я сказал, что, в общем, ну, крупный бизнес – это недальновидные коммерсанты. На российском интернет-форуме весной этого года, на IT-завтраке в рамках ПМЭФа того же самого, мы обращали внимание крупнейшего российского бизнеса на то, как они относятся к безопасности своих аккаунтов в Руцентре. Двухфакторную авторизацию или многофакторную авторизацию настроили только весной. Это что-то было 11%, а сегодня вот стало 13%. Давай повторим, это крупный российский бренд. Это юрлица, да, это не просто клиенты. Топ-5 тысяч крупнейших российских брендов. То есть даже крупнейшие бренды относятся вот на 12% защищают свои... Они инвестируют сотни миллионов российских рублей или миллиардов в информационную безопасность, строят защищенные периметры надежные, но при этом логин и пароль, которые не менялись 5-10 лет, по-прежнему открывают доступ к управлению доменным именем, которые выключают любой онлайн-бизнес одномоментно. Я не знаю, как еще про это говорить, как это объяснять. Мы сделаем в ноябре еще одну последнюю очень большую попытку донести до крупного бизнеса. Вот это все, это спойлер. Поговорим через год. Но тем не менее, как бы выражаю озабоченность. Новость номер три. Российские SSL-сертификаты. Мы в апреле 2024 года вместе с техническим центром интернет Алексеем Рогдевым дали клиентам возможность покупать российские сертификаты. Краткий ответ. Они никому не нужны. Почему? Они нигде не работают, потому что корневой сертификат отсутствует на всех устройствах, и всех браузерах. Люди приходят, платят деньги. У нас там скидка. Вообще просто огонь. И потом такие, блин, а что с ними делать-то? Вот. Это большая... Андрей, Андрей, нас слушает Минцифра, нас трансляция. На совещании Минцифры ты говорил гораздо корректнее. И... Ну ты прям с языка снял. И Министерство цифрового развития Российской Федерации поняло, что надо вмешаться в эту историю. Сейчас мы находимся в активной стадии обсуждения законодательного регулирования вокруг российских ТЛС-сертификатов и гостовой криптографии. Национальный удостоверяющий центр активную роль ведет. Технический центр интернет. Вообще молодцы и красавцы. Де-факто мы в течение, я полагаю, пары часов можем покрыть все 6 миллионов российских доменов. Де-юры мы ничего пока не можем. Но осенью мы ожидаем появления регулирования в этом всем деле. И мы как ведущий российский провайдер, конечно, будем максимум усилий прикладывать для того, чтобы страна в случае чего была хотя бы с ТЛС-сертификатом. И продолжаем линейку великолепных новостей. ЕСИА – это то, что называется единая система идентификации и аутентификации, госуслуги, в общем цифровой ID гражданина Российской Федерации. Мы 6,5 лет назад вместе с координационным центром начали историю про то, чтобы дать администраторам не скан копий паспортов, а верифицированную цифровую ID гражданина для того, чтобы связать его с доменным именем. Государство нас услышало и в этом году начало регулировать не рынок доменов, а рынок хостинга. Мы через это все прошли, то есть там мы 7 лет почти запрягали. Здесь за полгода сделали реестр, в него все вступили, ждем, что дальше будет. Я к чему? Регулирование доменной отрасли тоже намечается. Мы в рамках нашего пилотного проекта летом, наверное, может быть весной, запустили возможность создать аккаунт в Ру-центре через госуслуги и пройти идентификацию для администраторов доменных имен. Там есть выбор. Или скан копию загрузи, или вот через госуслуги. Жух и все. Относительно новых регистраций. Это 33%. Каждый третий. В отдельные дни 50%. В выходные. Не знаю, с чем связано. Считаю, что эта цифра в некотором смысле заниженная, потому что если интерфейсно просто поработать с этой формой, она де-факто будет выше. Ключевая история. Когда мы говорим, дорогой администратор доменного имени, тебе, соответственно, есть правила, мне необходимо пройти идентификацию. Ты можешь или паспорт загрузить, или вот на кнопку нажать. 95% говорят, какой скан паспорта. Можно я, пожалуйста, госуслуги нажму и все. 95%. В этом смысле любые страхи. Относительно того, что нормальные люди не готовы к этому. Нормальные люди готовы. Кто не будет проходить идентификацию через госуслуги? Жулики, мошенники, воры. И с низкой социальной ответственностью граждан. И вот, да, и они. Вот. Ну и побочный эффект на самом деле. Вот мы говорим про многофакторную авторизацию, еще что-то. Чтобы в госуслуги зайти, государство сейчас прям, ну, заморочилось. Многофакторная авторизация прям, ну, в целом. Если мы говорим, давайте какие-то, ну, ключевые айтишные сервисы будут через госуслуги выходить, мы автоматом получаем эту многофакторную авторизацию, мы автоматом получаем идентификацию через оффлайн-визит в какой-то момент, и это не приводит к дополнительным затратам для регистраторов. Денег и так нету, тут еще вот такой бонус приезжает. Еще один бонус здесь есть. Правоохранители не будут к вам вращаться, к регистратору, потому что они по системе СМЭФ имеют доступ в эту базу и сами могут посмотреть, на кого тот или иной домен зарегистрирован, когда им нужны сведения об администраторе. Андрей Александрович, правоохранителям мы всегда рады, выстраиваем теплые отношения. Все новости о доменах в нашем телеграм-канале, Рудцентр. Спасибо. Спасибо большое, Андрей. Ну, во-первых, мы не готовы ждать целый год. Мы хотим, раз уже в ноябре, давайте на хост-обзоре тогда обсудим вот эти вот нововведения, которые вы предлагаете. Более того, мы приглашаем и белорусских коллег. Я, кстати, не знаю, в Республике Беларусь есть конференция отдельно для хостеров? Или нет такой пока еще? Ну, в общем, на самом деле, если даже и есть, то все равно давайте дружить домами, что называется. И мы приглашаем на осеннюю конференцию хост-обзор, потому что мы тоже ее соорганизаторами выступаем. И еще, Андрей, можно вопрос, раз уж мы сегодня, вот Патрик начал вот эту первую часть нашего пленарного заседания с объявления NewGTLD, да, тайминга, да, когда там какие заявки будут приниматься. Вот многие же говорят о том, что, во-первых, ожидается большое количество заявок на национальных языках, чтобы домены появились, а вторая история – географические домены. Поскольку вы еще и домены Москва и Москва, Фаэтит входит, да, вот в группу компаний, как развиваются столичные домены Москвы? Ну, в этом смысле Питер наступает им, конечно, на пятки. Столичные домены, как и национальные домены РУ и РФ, стабильны, показывают уверенный результат на уровне прошлого года. По-моему, на пятом месте среди всех геодоменов. Там Берлин, Нью-Йорк, кому там Токио. Да, ну, на самом деле, если серьезно говорить, то, конечно, есть вопросики к регионам относительно того, друзья, что вы не используете такую офигенную историю онлайн-брендинга, своих локальных бизнесов. Ну, вот, как мы говорим в масштабах национальной доменной зоны, я вот верю в РФ и вижу рост именно реального использования всего для бизнеса. Если кто-то хочет себя идентифицировать с Москвой, с Санкт-Петербургом, с Татарстаном. Ну, в преддверии второго раунда домены. Конечно, у нас с Соли не Аба откуда, а из Питера, настоящий. Поэтому у нас домен более геолокальный. Вот, это тема огонь. Но раз ты про NewGTLD заговорил, я не могу, Миша здесь был, вот, не могу не пройти историю. Следующий раунд NewGTLD у нас открывается, все прекрасно. У нас огромный вопрос от комьюнити потенциальных российских заявителей, среди которых, наверное, 98% находятся в блокирующих санкционных листах Америки. Так, по-моему, она называется страна, да. Вот, и в этом смысле, друзья, мы, ну, как бы вот сегодня, сегодня, я имею в виду, ближайшие пару лет, будем проходить новый тест на то, что такое интернет глобальный. Он глобальный или нам, может быть, ну, Сбербанку проще в локальном ДНСе сделать свою собственную доменную зону, которая в России будет работать, а остальное, как бы, ну, еще что-то. Это те вопросы, которые сейчас открыты к нашему глобальному интернету. Я очень надеюсь, что мы их в рамках и ICAN-40, ICAN-81, в Стамбуле обсудим, и в рамках IGF на разных площадках. Это будет, ну, здесь за тест наших слов надо заплатить реальными деньгами. Сотни тысяч долларов в рамках, я верю, что глобальный интернет, он по-прежнему с нами существует. Спасибо. Но сначала надо не так много денег купить билеты до Стамбула, долететь и действительно принять участие. А то мы очень часто говорим на наших локальных конференциях, и вот бедный Миша только получает, да, от комьюнити. Мы из Москвы или в Минск, или в Стамбул летаем. Мы туда, мы туда, а, ну, хорошо, ладно, все, не будем за тему. Давайте поблагодарим, а, нет, у нас еще, еще одно выступление в этом блоке. Дэйн Джукич, это руководитель регистратуры сербских доменов RS и кириллического домена SRB. Я так понимаю, что у нас есть связь, да, и мы готовы, вот уже есть даже заставка РНИЦ, это как раз регистратура сербских доменов. Дэйн, ваши новости с удовольствием готовы выслушать. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, что пригласили выступить на конференции. К сожалению, у меня не получилось лично присутствовать на этих заседаниях, но сегодня я хотел коротко рассказать о наших последних новостях и мероприятиях, которые мы проводили в этом году. Ну и коротко осветить планы до конца года. Одну секундочку. Язык. Итак, в этом году у нас прошел Международный день универсального принятия. Мы организовали это событие вместе с региональной координационной группой по универсальному принятию. Большинство коллег из этой группы лично прибыли на конференцию и выступали на ней. Следующий слайд, пожалуйста. К другим новостям. Мы продолжаем взаимодействовать с нашими регистраторами. Мы запускаем новые программы маркетинговой направленности. Есть новые возможности, которые мы предлагаем регистраторам, чтобы поддержать их работу. Проводятся специальные маркетинговые компании, к которым мы приглашаем либо их подключиться к нашим маркетинговым компаниям, либо мы готовы подключиться к их маркетинговым компаниям. И у нас есть соответствующие бюджеты, вплоть до 100% на подобные мероприятия. И еще в плане взаимодействия с регистраторами мы запустили новый портал, на котором собирается статистика и какие-то другие сведения, которые могут регистраторам лучше ориентироваться на рынке регистрации. В начале этого года мы усилили роль ЦЕРТ, больше внимания уделяли реагированию на инциденты информационной безопасности, и боролись с зловредственной деятельностью, мошенничеством, сотрудничали с прокуратурой, с полицией. Есть какие-то инциденты, которые мы в состоянии решить самостоятельно, а есть другие, которые требуют привлечения компетентных органов. И мы также развивали свой собственный потенциал и расширяли команду IT. У нас есть возможность теперь нанять больше людей. Мы растем. И привлекаем к работе самых лучших профессионалов с рынка. Вы понимаете, что специалисты в сфере IT ориентированы на определенный уровень зарплат. Следующий слайд, пожалуйста. И вот мы стараемся их потребности удовлетворить. У нас прошел день универсального принятия. Я это уже упоминал. В Белграде мы провели этот день вместе с региональной группой по универсальному принятию. 28 марта этого года около 120 человек присутствовали очно. И еще много десятков людей следили за конференцией в сети. Из участников, наверное, надо отметить местные заинтересованные лица, то есть из Сербии. И приехали также представители глобального сообщества и представители региона. Кроме этого дня у нас прошла конференция, национальная конференция по кибербезопасности. Мы ее организовали в сотрудничестве с национальным ЦЕРТом и с министерством. В этом году мы запланировали еще одну такую конференцию по кибербезопасности, и она пройдет в октябре. На следующей неделе мы собираем IGF, локальный IGF. Ну, в основном это будет мероприятие локального характера, оно будет проходить на сербском языке. И мы рассылали приглашения в основном людям, которые владеют сербским языком. Мероприятие локальное, но, конечно, мы его координируем с глобальным форумом по управлению интернетом и с разными заинтересованными лицами, стейкхолдерами. В этом году мы провели 12-ю традиционную конференцию, которая называется День сербских интернет-доменов. ДИЦ, сокращенно по-сербски. 200 человек присутствовало на этом мероприятии очно. Была трансляция, конечно, и к ней тоже подключались слушатели. Конечно, возможность проводить онлайн-трансляции, это очень удобно для тех, кто не может приехать на конференцию. И мы продолжаем наращивать свой потенциал в области международных интернационализированных доменных имен. В частности, в январе было представлено новое начертание сербского кириллического шрифта. Проводятся хакатоны. Мы запустили новый портал с инструментами для трансляцией, с всякими рекомендациями и подсказками, как правильно работать с идеенами и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. А, ну, собственно, это заключительный слайд и короткий обзор новостей сербской интернет-регистратуры. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Дэй. Ну, надо сказать, что сербская регистратура в нашей региональной группе занимает одно из ведущих мест, очень мощная техническая экспертиза. И вот ваши все инициативы, как по решению самой проблемы универсального принятия, так и по популяризации, скажем так, интернационализированных доменов, все с удовольствием подхватывают и реализуют и себя. В странах и в наших регистраторах я уверен, что сотрудничество продолжится и в будущем. Вообще, кстати, очень на высоком уровне прошел день глобального, глобальный день универсального принятия в Белграде. Мне кажется, что повторить этот уровень, это будет не так-то уж и просто. Той регистратуре, которая возьмет на себя эту миссию в следующем году, в феврале, как обычно, в марте, по-моему, все-таки в марте пройдет это мероприятие. Давайте мы поблагодарим, вручим небольшие подарочки участникам первой части нашей панели и проведем небольшую ротацию на сцене. Вам спасибо, вам аплодисменты зала. Я приглашаю к нам Павла Гусева, Ирину Данелию, Анну Караханян и Асхата Гимранова. Мы продолжим новости партнеров. Я даже как раз смогу к вам сюда поближе сесть. Так, ну давайте начнем с Павла Гусева. Там, Паш, микрофон есть у тебя? Ага, пожалуйста. Давно мы не видели, что называется, глаза в глаза друг на друга, не смотрели на международных площадках, поэтому очень рады видеть на белорусской земле, на тело диконе в Минске. Это все новости, регистратуры и вообще домены Казахстана. Спасибо, Андрей. Мы же все еще всегда с тревогой следим за ситуацией с кириллическим доменом КАЗ, в связи с переходом на латиницу. Я так понимаю, что это единственный, скажем так, пример, ну скорее деградации, нежели развития. Об этом тоже несколько слов. Спасибо, Андрей. Меня зовут Павел Гусев. Я представляю некоммерческую организацию «Казахский центр сетевой информации», известную также как Казник. Я являюсь директором. Очень рад, что наконец-то удалось выбраться на эту конференцию ТЛДКОН. Большое спасибо организаторам и принимающей стороне за приглашение и за возможность выступить, поделиться нашими новостями вкратце. Можно презентацию. Презентацию вот загрузили. Это пока наша. Сейчас, подожди. Вот. Можно вывести на большой экран. Ну да, как уже говорили, в этом году нам исполняется 30 лет домену КАЗ. Ну, основные веки. В 1994 году, после того, как наметилась тенденция перехода всех в собственные доменные имена из домена СЮ, мы также зарегистрировали и получили права на управление доменом КАЗ. После короткого периода становления мы выделили всю деятельность, связанную с ведением реестров и регистрациями, отдельную некоммерческую организацию под названием КАЗНИК. К 2004 году была создана конкурентная среда на рынке, распределенная регистрация, реализация моделей регистратуры и регистраторы, организации, которые непосредственно занимались обслуживанием клиентам, предоставляя более широкий спектр услуг, конкурируя между собой и, соответственно, повышая качество выигрыша, конечно же, конечные клиенты. В 2005 году здесь пропущено, да, государство признало КАЗНИК в качестве регистратуры и после серии консультаций была создана, так сказать, вертикаль власти, появился у нас регулятор, появился администратор доменной зоны, ну а мы, собственно, сосредоточились на технических функциях, избавившись от ненужных, несвойственных нам функций администрирования и регулирования доменной зоны. В 2012 году мы запустили кириллический домен КАЗ, в 2023 году запустили DNSSEC со скрипом, ну, запустили, на сегодня работает, все хорошо, вопросов нет. Следующий слайд. Динамика роста. В общем-то, мы ничем особенным не отличаемся. На сегодня в реестре насчитывается порядка 190 тысяч доменных имен, из них КИЗ-189500 и точка КАЗ в кириллическом домене всего лишь 534 домена. Такая динамика в кириллическом домене связана с тем, что в свое время был объявлен переход в Республике Казахстан, смена алфавита с кириллицы на латиницу. Переход затянулся, можно сказать, сам процесс перехода практически приостановился, но, тем не менее, его никто не отменил. Само по себе постановка вопроса, естественно, сказалась на пожеланиях пользователей. Они предпочитают не рисковать и практически нет регистрации в сравнении с точкой КАЗ, с латинским доменом. Весь процесс жизнедеятельности доменов у нас происходит в соответствии с правилами, утвержденными регулятором, но и, как любые правила, их любят тоже нарушать. Нарушения, в общем-то, составляют порядка 0,1%. Из них, наверное, самое уникальное нарушение, которым отличается Казахстан от всех остальных регистратур, это размещение серверов, именно интернет-ресурса, за пределами Казахстана. То есть, согласно правилу, у нас требуется, если у вас доменное имя КИЗ, то интернет-ресурс должен размещаться на территории Республики Казахстан. Уполномоченный орган, регулятор наш, занимается выявлением таких нарушений. Ну и один из таких показательных кейсов был осенью прошлого года с заменой Яндекс.КИЗ. Регулятор, исчерпав все попытки установления контактов с компанией Яндекс по переносу серверов, в соответствии с требованиями законодательства о хранении персональных данных на территории страны, как бы Яндекс не шел на контакты, с их слов, была принята крайняя мера, это приостановка домена имени Яндекс.КИЗ. Соответственно, контакты быстро установились, была достигнута договоренность между регулятором и компанией Яндекса о переносе серверов, и доменное имя спустя несколько дней было восстановлено, потому что Яндекс занимает довольно существенную роль, играет у нас на рынке, обеспечивая доставку, ну и прочие-прочие сервисы, поисковые сервисы, является таким важным информационным ресурсом в нашей стране. Технические решения, которые у нас в последнее время. Это лето выдалось у нас аномально жарким в Казахстане, и аномальная жара привела к нескольким серьезным отказам в работе дата-центров страны. В том числе это коснулось и нашей площадки, находящейся в Астане, сами мы находимся в городе Семипалатинск, основной офис, основной дата-центр. Но в Астане у нас есть площадка, размещена она в гостехслужбе, и там также была авария, связанная с высокой жирой, отказ системы кондиционирования, и часть ресурсов реестра, которые у нас находятся на площадке в Астане, сервера просто по высокой температуре остановились. Данные, конечно же, не пострадали, плюс у нас есть резервирование, как и у всех. Тем не менее, мы, чтобы избежать повторения подобной ситуации, приняли решение модернизировать инфраструктуру реестра с тем, чтобы иметь возможность географически разнести. Сейчас мы реализуем в планах закончить к концу года обновление системы, так, чтобы у нас несколько локаций, Семипалатинск, Астана, Алмата, чтобы у нас вне зависимости от того, какая из локаций откажет, реестр продолжил функционирование. Все это реализуется на open-source решении компании Proxmos. Также достигнуто у нас соглашение с государственной технической службой гостехслужбы реализует проект государственной точки обмена трафиком в каждом областном центре в 18 городах Казахстана. На сегодня 8 уже из 18 реализованы. И достигнуто соглашение о размещении ДНС-серверов домена КЗ и КАС в этих локациях. Все это находится в процессе. Ну и реализован механизм ограничения публикации персональных данных в реестре. Так что каждый регистратор сейчас может с целью предопущения публикации персональных данных по желанию клиента поставить галочку, так сказать, и предотвратить публикацию персональных данных в системе ХУИС. До этого у нас все данные публиковались. В плане информационной безопасности подписано соглашение с Агентством по регулированию финансового рынка Республики Казахстана в обмене данными с целью выявления вредоносных заменных имен на финансовом рынке. В общем-то, наверное, все. Буду рад ответить на ваши вопросы. Новостей, конечно же, много, но чтобы не задерживать презентацию, я закончил. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо, Павел. Надо отметить, что вот эта история с климатом, которая явно меняется, и все жарче становится летом, она у нас и на хостобзоре обсуждалась, и хостинг-провайдеры, а самое главное, даже не столько они, сколько руководители дата-центров обеспокоены этой ситуацией, и думают, что необходимо что-то предпринимать по защите от перегревов оборудования, потому что, в общем-то, случаются уже аварии именно из-за изменения климатических условий. Я думаю, что мы и на осеннем хостобзоре тоже эту тему будем затрагивать. Так, а сейчас передаем тогда микрофон Ирине Данелли и кликер. Можно передать такой более развернутый апдейт координационного центра. Потому что я рассказал только про ситуацию с доменами, а Ира про новости регистратуры расскажет. Спасибо, Андрей. Очень рада видеть в зале и уже знакомые лица, и новых людей, любимые коллеги, дорогие друзья. Говоря про события в жизни координационного центра за последний год, ну, можно было бы говорить, наверное, до вечера. Поэтому я себе позволила выбрать только три новеллы. И начну я с нового сервиса, разработанного координационным центром для государственных организаций. Разработка была проведена в конце 23-го года в эксплуатацию, введенную в 24-м году. И это ответ на жалобы от государства, от пользователей на то, что регистрируются сайты, схожие, очень похожие, схожие до степени смешения с наименованием государственного органа, организации или государственного сервиса. Эти доменные имена адресуют сайты, внешне очень похожие на сайты государственной организации, но используемые для целей хищения денежных средств, личных данных и прочих злонамеренных действий. Государство предлагало каким-то образом ввести запрет или ограничение на регистрацию таких доменных имен, что, в общем, технически не представляется возможным. Поэтому в качестве ответа на эту боль, на эту проблему, мы предложили сервис для отслеживания регистрации таких доменных имен. Соответственно, он включает в себя блок проверки всех регистрируемых вновь доменных имен на совпадение с заранее заданным сервисным обозначением, блок формирования отчетов, ну и, собственно, информирование пользователя, направление этих отчетов ему. При этом мы никоим образом не берем на себя роль судьи о том, является ли найденное доменное имя плохим или хорошим, и нужно ли предпринимать в отношении него какие-либо действия, оставляя эту роль государственной организации, пользователю сервиса. Вторая новелла прошедшего года касается нашего проекта «Доменный патруль». проект, упоминавшийся уже и здесь, и на наших мероприятиях ранее, и это отраслевое партнерство между экспертными организациями-регистраторами, которое позволяет прекращать делегирование доменных имен, используемых для целей фишинга и других для намеренных целей. Так вот, начиная с конца 2022 года, мы наблюдаем заметный рост выявленных таких доменных имен в 2023 году их было более чем в 3,5 раза больше, чем в 2022. В этом году у нас есть все основания полагать, что мы превзойдем показатель прошлого года, и такой рост количества выявленных доменных имен создает значительно большую, чем ранее, нагрузку на всех участников проекта, включая службы регистраторов, которые занимаются обработкой таких обращений, включая, собственно, тикетную систему, на базе которой происходит взаимодействие. Поэтому мы, во-первых, провели доработки самой информационной системы, довольно существенной с целью увеличить ее быстродействие и устойчивость. С другой стороны, мы всерьез начали обсуждать дополнительные меры по минимизации риска возможных ошибок, потому что везде, где есть человек, есть человеческий фактор, нельзя говорить о том, что вероятность ошибки нулевая с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что, в общем, один случай ошибочных действий потенциально может создать очень существенные репутационные риски для всей системы и всего проекта. Ну и третье, о чем мне хотелось бы поговорить, это уже упоминавшийся здесь наш образовательный проект «Изучи интернет, управляй им». Тоже неоднократно презентовался на разных мероприятиях. Целью является повышение цифровой грамотности школьников, студентов, молодежи в игровой форме. Существует больше 10 лет этот проект, регулярно дополняется новыми модулями и блоками. И вот блок такой, который мы анонсировали как раз год назад на конференции «Тельдикон» в Петрозаводске. Это школа наставников. Проект, реализуемый совместно с Академией национального образования и развития, что позволяет участникам проекта в том числе получать удостоверение о повышении квалификации. И цель его продвижения самого проекта «Изучи интернет» как инструмента интерактивного и очень удобного, очень классного инструмента для уроков об интернете, для лекций о цифровых технологиях и так далее. Вызвал огромный интерес проект. У нас прошло уже три курса. У нас было более девяти заявок. У нас 150 выпускников, в том числе, кстати говоря, из Беларуси. Все, на этом спасибо. Я передаю микрофон дальше. Дальше это Анна Караханян, регистратура домена АМ Армении. А вот никак я не берусь выговаривать ваш IDN-домен. Вот хай, да, вот правильно, хай, правильно будет. Ну, давайте ваши новости. Перш за усе. Аня, как всегда, привезла большую бутылочку коньяка и сказала, что нам надо найти время, чтобы обязательно всем его выпить армянскую. Это у нас традиция тел дикона. Слышно? Перш за усе. Хочу подяковать организаторов и принимающий Бог за представленную мощимость рассказать про ИНТЛТ и доведаться о новинных партнерах из инших сетей ИНТЛТ. Ну, браво. Долго учила. Да. У меня подруга из Беларуси есть. Она фонетическую частью заведовала. Так. Добрый день. Постараюсь быть тоже краткой, как и все. Следующий слайд. Так. Центральная кнопка. Большую? Может, наоборот? Нет. На пульт. Вот, все, мы работаем. Ну, этот год у нас, как уже было сказано, юбилейный. И, значит, я чувствую себя очень гордой за то, что я как бы присутствовала при начале, при рождении этого домена. Вот. Жора? А, все, все. Теперь надо назад вернуть. Немного о мероприятиях, которые проводились у нас в этом году. Значит, в июле мы проводили регитон, который является ежегодным у нас мероприятием. Мы собираем всех наших регистраторов. Их у нас довольно-таки много для нашей маленькой страны. Сейчас это цифра 76 регистраторов. Но есть такие, так сказать, дочки регистраторы у одного крупного регистратора. Более того, скажем, что первые три места даже очень отличаются по количеству доменов от всех остальных. Я не пропустила слайд? Секунду. По-моему, я пропустила слайд. Да, я пропустила слайд. А можно я буду вас просить? Назад пойдите, пожалуйста. Вот. Я же помню, что... Значит, то есть я вот как раз от регистраторов перейду к тому, что у нас одна из новостей, что мы пересмотрели правила регистрации для регистраторов. И будем помогать им реализовать, потому что у нас есть маленькие регистраторы, которые даже до сих пор принимают своих регистрантов, которые хотят зарегистрировать домен в офисах. То есть сейчас мы их будем так мягко подводить к тому, чтобы обязательно была возможность онлайн регистрации доменов и возможность иметь свой личный кабинет. Вот. У нас еще реализован пилотный проект по использованию адреса электронной почты на... Спасибо. По использованию адреса электронной почты на армянском языке. И я надеюсь, что этот пилотный проект перерастет во что-то большее, чем пилотный проект. Я буду рассказывать вам на следующем мероприятии уже про то, как внедряется уже. Может быть, это будет какой-то коммерческий проект, или может быть, это будет в университете. Они будут пользоваться EI-доменами, ну, то есть система EI-электронной почты. Новостью еще является, что в этом году регистраторам регулярно отправляются информации о кибер-угрозах и инцидентах, полученные от EI-МЦЕРТа. Что облегчает их возможность быть информированными. Растет, да, еще одна новость очень приятная. Растет количество доменов, которые регистрируемых из Армении, не только из столицы, но и от очень отдаленных районов, приграничных районов. Это очень радует. Ну и, конечно, осуществляются ежегодные технические обновления. Об этом рассказывать очень долго будет. То есть мы все время стараемся поддерживать нашу систему, и она довольно продуктивно и гарантированно действует в следующей степени. Ну, мероприятие про регитон я уже рассказала. Потом мы, значит, провели национальный день универсального принятия. Ну, конечно, масштаб был меньше, чем в 23-м году, когда у нас была региональная конференция. Но процесс awareness немножко уже начал сходить. Не то, что на нет, он всегда будет. Но сейчас мы уже хотим больше говорить о внедрении принципов универсального принятия. В апреле была тоже, уже седьмой раз в Армении отмечалась конференция «Женщины в интернет». Мы приглашаем женщин, которые рассказывают о том, как они пришли, значит, войти. И это очень много женщин, включая меня, пришли совсем с другой стороны. То есть базовое образование у них совсем другое, но они смогли реализовать себя в этой сфере. Мы уделяем очень большое внимание, чтобы на этих конференциях участвовало больше молодежи, студентов, школьников. На конец года у нас намечены два крупных мероприятия. Значит, это армянская школа по управлению интернетом, которая также в этом году будет происходить в Армавирской области, не в Ереване. То есть мы расширяем по всей территории Армении. И в ноябре будет у нас армянский интернет-гавермент форум, на который мы вас приглашаем. Мы еще будем отмечать там 30-летие нашей домейной зоны. Будем очень рады видеть вас. Это для красочности наших мероприятий, да, красочного представления. Ну, сотрудники нашего реестра участвуют в международных конференциях. В 2024 году было представлено участие в Евродиге в Вильнюсе. В июне, значит, ICAN-митинг был в Кигале. И 28 марта день всеобщего принятия. И в феврале АПТЛД. Я подробно не буду говорить, кто был представлен, потому что я знаю, что вы выставляете, правда? Так что, если кто-нибудь заинтересуется, можете посмотреть. Вот о чем я тоже хотела бы поговорить, что, значит, мы занимаемся поддержкой проектов. Например, мы очень помогаем армянскому отделению Айсок, потому что, ну, у них нет, так сказать, источника доходов. Источник доходов у регистратуры есть через продажу доменов, а они только на грантах, поэтому мы им тоже помогаем. В частности, фонд Армикс – это центр обмена потоковым интернет-вещанием. Второе, значит, мы помогали в создании центра доступности интернета в культурном центре армянского общества слепых и слабовидящих, которые потом уже тоже с нашей помощью организовали радио «Мы» – помощь слабовидящим. Программа цифровое управление библиотеками, причем это библиотеки тоже расположены и в приграничных районах, и в сельской местности. Вот, был проведен хакатон по интернету вещей в ботаническом саду, то есть умные решения для Ереванского ботанического сада. Очень активно участвовали люди всех возрастов. Некоторые из этих идей, я думаю, что будут воплощены в жизнь. Ну и последнее – проводится всяческая техническая поддержка профессиональных групп. Теперь немножко статистики. Какое количество у нас зарегистрированных доменов, как в зоне HIGH, так и в IDN, ой, в IDN зоне HIGH и в зоне EM, вы можете посетить www.amnic.net, и там прямо в эту секунду можете узнать, сколько у нас зарегистрировано доменов. Годовой темп прироста регистрации EM, я очень удивлена, что это, оказывается, довольно высокие проценты, да, 5,3, что свидетельствует о положительном прогрессе. И вот то, что я уже раньше упоминала, что значительно увеличилось количество доменов, зарегистрированных из разных областей Армении. То есть они уже составляют 21% от числа всех доменов, зарегистрированных из Армении. Ну, про регистраров я тоже сказала. Вы можете, опять же, на том же Amnic.net увидеть, сколько у нас регистраторов. И последнее, у нас есть еще информация, которая тоже все время обновляется в автоматическом режиме. Из каких стран у нас больше регистрируют домены. У нас, кстати, был период, когда из Армении регистрировали меньше, чем из других стран, что очень удивляло вообще другие реестры. Но сейчас нет, у нас 59% регистрируемых доменов из Армении, ну, а других вы можете узнать, посетив Amnic.net. Ну, Россия на четвертом месте у нас тоже, да, как и у Беларуси. Ну, на графике вы можете увидеть, что мы ползем вверх, так медленно, но верно. У нас увеличивается количество доменов. Спасибо большое. Мы вас приглашаем. Дякую за увагу. Спасибо большое, Аня, большое спасибо, что еще такой филологический трек привнесла. Ну, то, что у вас растет число доменов в регионах зарегистрированных, это еще, мне кажется, потому что вы школы начали проводить в регионах. Это все тоже сказывается. Курочка по зернушку, как говорится. Вообще у вас по-прежнему школа летняя, она оффлайн проходит, да, вот у нас онлайн, и мы решили, что пока нам это больше нравится, потому что географическая диверсификация присутствует, а вы собираете, молодцы. Ну, и завершает нашу панель первую новость одной строкой, регистратура домена Узбекистана, Асхат Гимранов, руководитель регистратуры. Я хочу сказать, что мы уже в рамках пандемии проводили Тилдикон онлайн, правда, и вы были партнером, но я надеюсь, что мы не в следующем году. В следующем году у нас уже место определения определено, да, проведение определено, а вот в 26-м году, я надеюсь, что мы сможем доехать до Ташкента и провести Тилдикон, как и хотели, в солнечном Узбекистане. Но сейчас новости вашей регистратуры. 30 лет у вас в следующем году, правда? Да, 30 лет у нас в следующем году. Все здравствуйте. Андрей, хочу сказать, милости просим. Мы всегда, так сказать, очень рады видеть в гостях Тилдикон. Но прежде чем начать, хочу познакомить вас. Меня зовут, во-первых, здравствуйте, коллеги. Меня зовут Асхат Гимранов. Я являюсь руководителем администрации домен Уз, домен верхнего уровня Республики Узбекистан. Сегодня я расскажу о тенденции развития нашего домена, расскажу о сервисах, которые мы используем в работе, которые используют наши регистраторы, а также конечные пользователи. Немного кратко об Узбекистане. Мы, страна, находимся в Центральной Азии. У нас население 37 миллионов человек. По количеству доменных имен сейчас 130 тысяч. Ежегодный прирост 12 тысяч доменов до 14 тысяч получается. Мы используем технологию DNSSEC. У нас есть Kroot сервер, который мы запустили совместно с Ripe, NCC и 26 регистраторов в домене .coast. На экране видно статистика роста доменных имен по годам. Как я и говорил, сейчас 130 тысяч доменных имен. В 2019 году мы запустили сервис Redemption Period, благодаря которому предыдущий владелец может возобновить свое доменное имя в течение 30-дневного периода. И таким образом, благодаря данному сервису, мы уменьшили спорные разбирательства в домене Уз, практически прекратили судебные споры. Данная услуга платная. Ежемесячно по статистике пользователи выводят свои домены около 200-300 доменных имен, а тотали получается общее количество. Насчитывается сейчас уже 11 тысяч доменных имен. В 2021 году мы запустили DNSSEC, подписали зону, добавили свой DS-рекорд, свою запись Y-CAN. И уже в этом же году, в ноябре, мы разработали специальную систему DNSSEC. Мы предоставляем конечным пользователям. То есть при приобретении доменного имени пользователь параллельно может и приобрести DNSSEC. На сегодняшний день сейчас подписано 115 тысяч доменных имен. И вся схема взаимодействия работает. То есть здесь участвует и регистратор, и конечный пользователь, и сама регистратура. У нас есть мобильное приложение. Авторизация проходит через Face ID. И благодаря биометрии человек может поднести к лицу и авторизоваться в этом мобильном приложении. Мы его разработали для управления доменными именами. Там есть, получается, можно следить за сроком доменным именем. Также подключили туда интеграцию с нашими NFT-сертификатами, которые хранятся в блокчейне. Самое интересное, что когда мы не знаем, когда оканчивается срок доменного имени, данное приложение, оно подсказывает тебе. У нас такое высказывание. Береги домены всегда под рукой. То есть сейчас в телефоне можно это все узнать. Мы также запустили RDAB-сервис. Это получение данной по JSON-формату. Теперь не нужно ладиться через веб-форму в хуис. Можно просто это все автоматизировать и получать дату по RDAB. У нас есть такой стап-пэйдж, специальная заглушка. Если, допустим, доменное имя входит в Redemption период, можно будет определить, что домен находится в Redemption периоде. И для пользователя это тоже удобно. Следующий наш такой инновационный проект – это NFT-сертификаты для доменных имен на технологии блокчейн. Благодаря данному проекту пользователь может подтвердить свое доменное имя, право на это доменное имя. Мы сегодня будем более подробно рассказывать о концепции данного проекта в сессии номер 4 суммы технологий. В том году мы запустили совместно с RIP-NCC корневой сервер в республике Узбекистан, Kroot-сервер, благодаря которому ответ от DNS уменьшился в разы, вы видите на экране с 70 миллисекунд до 3,5 миллисекунд. То есть таким образом разгрузка на инфраструктуру намного уменьшилась. Мы с этого года начали использовать активно искусственный интеллект. Искусственный интеллект для управления доменных имен обучили нейронку свою. Вот получается. И сейчас она помогает пользователям при выборе доменного имени. Если, допустим, доменное имя занято или, допустим, оно используется кем-то другим, то он подбирает другое доменное имя и таким образом оно определяет, помогает при выборе доменного имени. Мы сейчас разрабатываем такой трекинг, чтобы на следующий год можно было предоставить статистику по искусственному интеллекту, сколько же было зарегистрировано доменных именов благодаря нему. Вот как-то так. В сентябре в месяце мы запускаем аукцион по освободившимся доменным именам. Он будет на технологии блокчейн сделать. Получается, все данные и вся статистика, вся информация по аукциону будет храниться на нашей разработанной платформе Token.us. Таким образом, это будет повышать доверие со стороны пользователей к данному аукциону, потому что все действия будут открыты и прозрачные. А потом также мы в работе используем искусственный интеллект для подбора. Для подбора получается премиум доменных имен. Искусственный интеллект подсвечивает премиум доменные имена, а мы уже потом определяем, нужно ли использовать, выставлять домен в аукцион. Там будет, получается, двухбуквенные домены, трехбуквенные и премиум доменные имена. Уже готов колл-центр. Здесь, получается, ребята непосредственно будут взаимодействовать как с регистраторами, потому что мы стараемся всегда вовлечь и регистраторов в эту процедуру. Монетизация для регистраторов также она есть. И поэтому, как сказать, у нас есть свой колл-центр, который будет помогать в регистрации аукционных доменных имен, ну и сопровождать конечных пользователей. Мы постоянно работаем с нашими регистраторами. В этом году нам исполнилось 29 лет, а на следующий год нам 30 лет. И пользуясь случаем, хочу всех пригласить в Узбекистан, на наше мероприятие, 30 лет доменной зоны Республики Узбекистан. Как-то так. Мы постоянно сотрудничаем с международными организациями. Это ICANN, RIPENC, CPTLD, ИАНа тоже. Стараемся участвовать на мероприятиях, на всех конференциях международных для деления опыта и получения опыта со стороны других международных организаций. Таким образом, наращивание своего технического потенциала для внедрения в свою доменную зону Узбекистан. Спасибо большое за внимание. Рад буду ответить. Спасибо. Спасибо огромное. Но я так понимаю, что аукцион вы делаете централизованный, на базе регистратуры. Да, да, совершенно верно. Аукцион, да. Это и очень удобно конечным пользователям, конечно. Эта схема нам тоже давно нравилась. Мы ее в свое время даже для домена РУ рассматривали. Но пока это только как идея существует, не более того. Давайте поблагодарим наших спикеров аплодисментами. Вручим небольшие сувениры. На этом наша первая секция завершена. Я приглашаю всех в зону кофебрейков. Обед у нас будет после второй секции. Это будет правовая секция. Кстати говоря, на ней мы будем обсуждать не только доменные споры, но и вопросы как раз наследования доменных имен. Представители белорусской регистратуры поделятся своим опытом. И кто не получил еще приглашение на вечерний прием в Бравар, просьба на стойке регистрации получить это приглашение с информацией, что где-то легендарный ресторан, поэтому не пропустите возможность его посетить. У нас будут трансферы организованы. Один трансфер проедет через отель Виктория, а другие четыре автобуса, микроавтобусы поедут отсюда уже в 19.30 непосредственно на площадку. Так что в 12.30 мы встречаемся в этом зале на вторую секцию правовую. Спасибо.